Сообщение из Славянска сегодня вновь напоминает фронтовые сводки. Украинские силовики штурмовали город при поддержке бронетехники и авиации. Наступление началось сразу с нескольких сторон. Самый ожесточенный бой произошел в селе Семеновка. По последним данным агентства РИА Новости, которое мы получили буквально несколько минут назад, при обстреле блокпоста погибли как минимум 10 человек. Хроника трагических событий в репортаже Алексей Иванова. Тяжелораненого ополченца его товарищей привезли к ближайшему блокпосту. На машине прострелены колеса. Там пострадавших уже ждали несколько корей скорой помощи. Врачи только успели вколоть в ногу обезболивающее и сорвались в больницу. О ранах у бойца рассказал другой защитник Славянска. Лежит он весь бледный вообще и при смерти почти. Вот. Все что могли мы ему оказали помощь до скорой помощи. Вкололи все. Будем молиться, чтобы он выжил. Мимо проносится еще одна машина. Из пассажирского окна свисает человек. Внедорожник даже не останавливается возле медиков и на большой скорости едет в клинику. Раненца становится все больше. Только через два часа после боя уже скорую везли как минимум шесть человек. А некоторых автомобилей отвозили прямо напрямую в больницу с места перестрелки. Проникающая брюшная полка. Возраст при на какой? Ну возраст не могу сказать. Лет 40. Врачи в ту минуту дежурили рядом с селом Черевковка. А чуть ранее линия обороны была возле поселка Семеновка. Там тоже баррикады. Медики с утра ждали пострадавших. По обрывкам информации доносившиеся с места боя раненых ополченцев десятки. Местные жители рассказывают. Новая фаза карательной операции возле Семеновки началась в 9 утра. Ехали отдыхать. И пришлось от пули убегать обратно. Сильная стрельба была? На Семеновке очень сильная. Очень сильная. Если пули долетали до правки, вот если не были, подали туда. Вот туда долетали пули. И вичкор стрельба там слышали? Да. Погибли медные жители. По некоторым данным расстреляно большинство жителей, что стояли утром на блокпосту в Семеновке. В самый разгар боя ополченцы на двух боевых машинах десанта сначала заняли позиции на перекрестке ближе к центру города, а затем попытались прорваться в сторону атакующих. Людей они попросили пригнать сюда грузовики, чтобы задержать на время украинские подразделения. В больнице едва успевали заносить в операционную привезенных с места перестрелки. Среди тех, кого доставили скорой, была девушка и уронила в голову прямо в собственной квартире. Как рассказывает очевидца, она вышла на балкон, чтобы посмотреть на происходящее. И тут же в нее выстрелил снайпер. Привезли молодую женщину пулевое ранение головы, она умерла в отделении. И доставили двоих в хирургическое отделение, даже троих доставили, и с проникающим ранением брюшной полости сейчас оперируют. О новом штурме Славянска стало известно утром. Наступление силовики начали сразу с нескольких сторон. О боях сообщали Сакраин. Рыбхоз, Андреевка, Телевышка, затем Семеновка. Силы явно неравные. С другой баррикады возле химзавода поступали сведения как минимум от 20 убитых защитников города. Раненых, что держали оборону там же, возле поселка Химик, по сообщениям очевидцев десятки. Утром еще одна перестрелка произошла на главном посту ополченцев, возле заправочной станции на трассе Харьков-Ростов-на-Дону. Заправку с воздуха подорвал боевой вертолет. Произошел взрыв, а затем начался сильный пожар. Силы самообороны вынуждены были отступить. Однако мирные жители, что стоят на баррикадах недалеко от центра Славянска, покидать блокпосты не намерены. Вы же с голыми руками. Как вы здесь сидите? Ничего, вроде пойдем. А что мы не... Женщины все выдерживают. И мы выдержим здесь. От ополченца сегодня поступала информация об очередном сбитом боевом вертолете. На этот раз в районе Телевышки. Над центром Славянска авиация пока не летала. Спустя 4 часа после начала боя под Семеновкой в городе завыли сирены гражданской обороны. Сигнал о том, что нужно прятаться в укрытиях. В некоторых районах города украинские силовики уже отключили электричество. В Славянске работает еще одна съемочная группа Первого канала. На прямую связь выходит наш корреспондент Дмитрий Толмачев. Дмитрий, здравствуйте. Какая сейчас обстановка в городе? И есть ли данные о пострадавших? Да, ну здравствуйте. Ну вот сейчас можно сказать, что Славянск немного оживает. Если еще 2-3 часа назад здесь было, ну совсем на улице было пустынно, то сейчас люди уже выходят, хотя вот многих отпускали сегодня пораньше с работы из-за того, что на окраинах города была, ну скажем так, ожесточенная перестрелка. Вот сейчас только мы побывали в больнице, она буквально в 200 метрах за моей спиной. Пока данные о пострадавших, которые были доставлены в эту больницу, не изменились. То есть сейчас там находится 7 раненых, все в достаточно тяжелом состоянии. Одна девушка туда была привезена, но она, к сожалению, не выжила, у нее ранение в голову. Но вот что мы увидели, люди приходят в больницу, узнают, что врачам не хватает. Выяснилось, что не хватает постельного белья. И мы видели, как очень много людей приносят постельное белье, собирают деньги на постельное белье и другие необходимые вещи, медикаменты и прочее. Просто не подъяльники, все, что понадобится белье, что передали, сейчас знаем, что еще нужно, и тогда будем нести все, что необходимо. Ну вот, только что проехала скорая из больницы, куда-то, видимо, еще на окраина. Есть данные о том, что не все раненые находятся здесь, в этой больнице города Славянска. Из Краматорска поступали сведения о том, что какая-то часть раненых была увезена туда, на скорых. Ну вот сейчас, что можно сказать, город буквально весь перекрыт баррикадами, то есть проехать буквально невозможно. Вот одна из них, буквально в каких-то 150 метрах, то есть пропускают скорые, пропускают автомобили, в которых едут журналисты, но местные жители, наверное, в общем-то и сами не очень настроены сейчас передвигаться по городу. То есть обстановка остается напряженной, и в любую минуту люди ждут очередной атаки.